В Беларуси продолжается работа по контролю за насыщение внутреннего рынка товарами и ценовой стабильностью. В новогодние рождественские дни март проинспектировала 525 объектов. Ситуация в целом стабильная. В магазинах представлен широкий ассортимент продукции. Однако есть и нарушения. Рекомендации по их устранению выданы 99 организациям. Пандемия коронавируса в Беларуси подошла к концу. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Однако расслабляться еще рано. В стране фиксируется так называемая 3D-мия, когда COVID-19 на очень низкой активности, но есть проблема гриппа и респираторных заболеваний. Медики призывают вакцинироваться, носить маски в общественных местах и сохранять социальную дистанцию. Беларусы смогут заранее узнать, на какую пенсию им рассчитывать в старости. Для этого нужно будет скачать мобильное приложение и получать сведения по индивидуальному счету в любое удобное время. Также сам процесс начисления выплаты станет намного проще. Граждане не должны будут предоставлять трудовые книжки и собирать справки о зарплате со всех мест работы. На Бобруйско-Громаше разработали очередную новинку – машину для внесения жидких органических удобрений МЖУ-22 грузоподъемностью 22,5 тонны. При сопоставимых с классической 20-й моделью, производительностью и ценой техника имеет ряд преимуществ. Увеличенный объем цистерны, поворотную заднюю ось, улучшенную проходимость за счет широкопрофильных шин низкого давления. Серийное производство начнется в феврале. В период зимних каникул в области работало 278 лагерей с дневным пребыванием, в которых оздоровились и интересно провели время почти 8 тысяч детей. Ребята посещали музеи, кинотеатры, кружки по интересам и занимались спортом. Также для мальчишек и девчонок были организованы экскурсии в Минск и в патриотический центр Могилева.